Всех приветствую на своем ютуб канале. За окном 30 апреля, пятница, 20.00 на часах. Всех поздравляю с наступающим, самым любимым праздником, Майовкой. Завтра все мы шашлыками и коньяком побежим на зеленую, где будем кушать шашлыки и пить коньяк за хорошее теплое лето. Для того, чтобы все прошло хорошо, красиво и комфортно, нам необходим хороший и надежный рукомойник. Его-то я вам сегодня и буду мастерить. Мне на даче он служит верой и правдой уже два года, так что за качество я ручаюсь. Итак, берем пустую пятилитровую бутыль, отвинчиваем крышку и пока ее саму отставляем в сторону. Далее берем пластиковый кран для вина или пива. Он на Алиэкспресс стоит 100 рублей. Кран состоит из, собственно, самого крана, силиконовой прокладки и пластикового фильтра. В крышке от пятилитровки делаем отверстие под штуцер нашего крана. Для этого можно использовать сверло, нож или шило. Вставляем штуцер пластикового крана в отверстие, одеваем силиконовую прокладку и заворачиваем фильтр. Далее переходим к пластиковой бутылке. По бокам делаем два отверстия под хозяйственный шнур с полимерным покрытием, чтобы было прочно и долговечно. В Леруа такой шнур стоит 100 рублей за 10 метров. Далее ищем любое ветвистое дерево с крепкими ветками и вешаем нашу бутыль на удобную высоту. Теперь берем нашу крышку с пластиковым краном и закручиваем ее на бутылку. Все, походный рукомойник себестоимостью в 110 рублей готов к мойке рук. Заливаем воду и пользуемся. Конструкция очень надежная. Мне служат уже два сезона в качестве постоянного рукомойника в летний период с мая по ноябрь. Есть один важный нюанс. Перед наступлением заморозков обязательно выкручивайте кран. Ибо вода находящаяся в нем замерзнет, расширится и разорвет ваш пластиковый кран. Еще раз всех поздравляю с маевкой. Желаю счастья, удачи и хороших урожаев. Новые видео каждую пятницу в 20.00. Всем пока и удачи.